Межшкольный комбинат общественного питания накопил долгов на сумму свыше 15 миллионов рублей. Чтобы исправить ситуацию, предлагается продать долю муниципальной собственности в обществе с ограниченной ответственностью ветеран. По мнению авторов инициативы, это поможет предприятию рассчитаться с долгами и в целом оздоровить финансовый климат. Кумертауские депутаты на заседании Совета городского округа такое предложение поддержали. Наибольший рост задолженности к МДПР произошел в 2014 году из-за высокой численности работников. В 2014 году по сравнению с 2013 годом расходы предприятия выросли на 9 миллионов 129 тысяч рублей. Основной рост произошел по статье оплаты труда с сочислениями. Всего в повестке 62-го заседания Совета значилось 11 вопросов. Депутаты внесли в действующий устав городского округа 13 поправок. Проголосовали за дополнение в прогнозном плане приватизации муниципального имущества и за изменения в бюджете. На минувшем заседании в рядах народных избранников царила единодушие. Все решения принимались единогласно. Кроме прочего, депутаты заслушали доклад о деятельности филиала многофункционального центра за последние 4 года. Основными целями создания муниципального центра – повышение уровня предпринимательства граждан в качестве представления государственного муниципального услуга. Это включается в создание попадательных услуг и сокращение ожидания в очереди до 15 минут. Следующее – снижение административных файлов при получении государственного муниципального услуга. Озвучили на сессии и вопрос о наличии задолженности по коммунальным платежам. В разрезе этой проблемы ранее было решено объединять управляющие компании для большей финансовой устойчивости. В микрорайоне Восточный уже ведет деятельность такая компания с одноименным названием. Начинает функционировать и еще одно подобное объединение под названием «Центр». В состав его учредителей на минувшем заседании решено ввести муниципальное предприятие «Транспортная база». Обеспечить качественное содержание на квартирных домах можно только применяя эффект масштаба. Необходимо обслуживать достаточно большое количество домов для того, чтобы предприятие приносило прибыль и выводы с комплектами. Только такие управляющие компании могут отвечать современным требованиям. В завершении сессии совет определился с датой выборов нового состава. Они пройдут в единый день голосования 18 сентября. После того, как повестка заседания была исчерпана, слово взял глава администрации Кумертау Борис Беляев. Он, в частности, поблагодарил педагогов за результаты единого государственного экзамена. Результаты по математике, по русскому языку у нас лучше среди из комиканцев. Поэтому я большую благодарность благодарю нашим учителям. Марине Владимировне, директорам школы, учителем математики. Мы русские наступаем всем предметам. Потому что, на самом деле, работа была определена очень серьезная. Мы все поняли проблему. Ее решили. В прошлом году были чуть хуже оценки. Некоторые не получили аттестации. В этом году у нас намного все лучше произошло. Я хочу еще раз вас благодарить и придут сказать, что молодцы. Я думаю, что Кумертау у нас еще покажут первые ряды именно части обучения наших детей.